От неправильных шлемов в Майнкрафт до чего-то настолько раздражающего, что навсегда испортит игру. Это 85 Майнкрафт вещей, которые я ненавижу. Ищешь идеальный сервер для игры? Стой, не думай, что это очередная реклама, это действительно отличный сервер. Лично я сам очень удивился, когда зашел на него. Twilight включает в себя кучу режимов для игры, каждый из которых является максимально качественным. Обычное выживание и такие мини-игры, как Bad Wars, Sky Wars и Build Battle, Ты сможешь насладиться многими режимами, какими только пожелаешь. Сразу зайдя на сервер, видно, что разработчики отдают все силы своему проекту. Стабильная оптимизация, когда ничего не лагает. Много интересных режимов для игры со своими нововведениями. Постоянное обновление и опытная команда администраторов. Такие сервера это действительно редкость. Я бы мог продолжать плюсы Twilight до конца видео. Но почему бы тебе самому не зайти на него и поиграть? IP на экране и в описании. Всего лишь один блок над головой полностью защищает скелета от солнца. Но, например, с сундуком так не работает. Я понимаю, что сундук не полноценный блок, а это типа механика игры. Ну, посмотри на это. Паутина защищает скелета от солнца. И это не полноценный блок. Например, я поменяю ее на стекло. И он начнет гореть. В этом есть смысл, так как лучи проходят через стекло. Но мой последний вопрос, почему листва, которая должна пропускать лучи, также защищает его от солнца? Я не понимаю. Магма наносит тебе урон, когда ты по ней пройдешься. Но почему же мы не получаем урон, когда ходим по ней на шифте? Мы же все равно физически докасаемся. Но еще более странное то, что если ты будешь боком касаться магмы, ты не будешь получать урон. Эта странная текстура бросается нам в глаза уже кучу лет. Что не так с этой картинкой? Очень странный шлем. Со времен добавления шлема в игру у него была такая иконка. Но когда ты его надеваешь, он выглядит совсем по-другому. Когда мы наступаем на твердолист, то он прогинается. Но если мы поставим наковальню, которая должна весить больше, он не прогнется. Наковальня весит больше нас, но если мы кинем перо, то твердолист прогнется. Мы можем ползти по снегу, достигая до размера полублока. Но выше заползти у нас не получится. И по идее я могу пролезть через этот полублок? Нет, так не работает. Но почему же, если эти полублоки на одной высоте? Чтобы подтвердить это, вот я могу залезть на снег, а на полублок уже не получится. Все знают, что древние обломки не сгорают в лаве. Но самое странное, что в печи она начнет плавиться. Печь теоретически намного легче лавы. Какой в этом смысл? Говоря про лаву, почему лава может находиться в ведре, сделанном из железа? При этом, если мы бросим железо в лаву, то оно сгорит. Так много вопросов и так мало ответов. Если мы убьем курицу мечом на заговор огня, то с нее выпадет приготовленная еда. И если курица просто так погибнет от огня, то с нее тоже выпадет приготовленная еда. Но нет смысла в том, что если курица погибнет на костре, то с нее выпадет сырая еда. Почему? Если магма соприкасается с деревом, то оно не горит. Магма очень горячая и достигает температуры от 1800 до 2200 градусов. Почему оно не поджигает дерево? Я не понимаю эту игру. Еще нет смысла в том, что пчелы такого же размера, как попугай или чешуйницы. Чешуйница вообще должна быть самой маленькой. Но глянь, насколько она большая. У Майнкрафта, видимо, просто свои размеры животных. Если мы встанем на костер, то начнем гореть. И в этом есть смысл, так как мы буквально встаем в огонь. Но если мы встанем на камнерез, то ничего не произойдет. На нем как бы есть пила, если что. И то, что она не наносит нам урон, это очень странно. Это меч на добычу. И если мы убьем им курицу, она даст нам три тела курицы. Как это возможно, если у курицы только одно тело? Мы получаем три курицы из одной курицы. Это то же самое, что получить три головы с визор скелета, хотя у него она только одна. В Майнкрафте возможно вырастить все костной мукой. Будь это овощи, трава, деревья, все что угодно. Но нельзя вырастить кактус, так же лианы. Но извилистые лианы в свою очередь можно. 100 зачарований и маяк требуют в крафте обсидиан. В столе зачарования их 4, а в маяке 3. Что я нашел очень любопытным, так это то, что не столу зачарования. Ни маяку не нужна алмазная кирка, чтобы сломать его. Но внутри них же обсидиан, каким образом мы можем их сломать? Скорее всего, Моджанг просто это не продумали или не стали усложнять игру. Многие предметы крафтятся полностью из дерева. Но такие как сундук и верстак никогда не сгорят. Даже если рядом с ними или на них попадет огонь. Но допустим, если мы скрафтим лодку из того же дерева, она сразу сгорит, если попадет в огонь. Чтобы скрафтить блок снега, нужно потратить 4 снежка. Получается в каждом блоке снега по 4 снежка. Тогда почему я могу носить целый стак блоков снега? А снежков могу носить всего по 16. Когда они должны весить меньше, чем полный блок. В этом точно нет смысла. Следующее, что я сделаю, никогда не имело смысла в Майнкрафте. И это еще не пофиксили. Ставим редстоун, активируем поршень. Тут все ломаем. И поршень становится активирован даже без редстоун блоков. И этот баг никогда не пофиксят, хотя он очень популярный. Другая бессмысленная вещь, это то, что эти две овечки могут размножаться телепатически через стену. И это их никак не волнует. В этом блоке есть частички золота. По идее, мне будет нужна железная кирка, чтобы его добыть. Но из деревянной кирку я могу спокойно его сломать. И с него даже выпадут кусочки золота. Но судя по тому, что было со столом зачарования и маяком, я уже ничему не удивляюсь. Первый пофикшенный баг, который меня все время вводил в ступор. Все знают, что снежный голем умирает от воды, когда мы бросаем в него колбочки или когда же он попадает в нее. Но если мы посадим его в лодку и поместим под воду, он будет чувствовать себя просто шикарно. При том, что его обмывает водопад вокруг. Но в новых версиях Майнкрафта это уже пофиксили. Второй баг, который пофиксили, если я загорюсь и сяду в лодку и сам подъеду в этот водопад, то он меня не потушит. И в новых версиях Майнкрафта это также пофиксили. А самый главный скам Майнкрафта это арбузы. Если я сломаю арбуз, то не смогу скрафтить его снова. Он даст мне только максимум от 3 до 7 штук. Мне придется сломать много арбузов, чтобы вернуть себе один блок. Если рядом с рыхлым снегом будет огонь, то он не потушится. А если я загорюсь и буду ходить рядом с ним, то он моментально пропадет. Какой в этом смысл? Я понятия не имею. А это всегда вводило меня в ступор. Если я просто так залезаю по лестнице, то делаю это довольно медленно. Если же делать это под водой, то получается намного быстрее. Блок снега никогда не растает рядом с лавой. Но если мы будем ставить полублоки, то они сразу сгорают. Но почему, если они созданы из одного материала? Я этого действительно не понимаю. Когда ты убиваешь скелета, с него падают белые кости. Ну, потому что он белый. А когда убиваешь визор скелета, с него тоже падают белые кости. В чем здесь смысл? Стрела, например, не может пройти через открытое отверстие в двери. Но, например, через табличку она спокойно проходит. Например, когда ты стреляешь по картине, она моментально ломается. А если я просто через нее пройду, то ничего не произойдет. Чтобы получить рыбного жителя, нужно поставить рядом с ним бочку. Он получит работу рыболова и будет продавать нам рыбу и другие вещи. И я не понимаю тогда, для чего добавили лодку с сундуком. Если лодка с бочкой имела бы намного больше смысла. В Майнкрафте можно топить печь деревом, лавой. Но нельзя топить ее магмой. Но магма очень горячая и вполне для этого подходит. Когда динамит взрывается, динамит поблизости тоже взрывается вместе с ним. Но когда взрывается крипер, то крипер, находящийся рядом с ним, не взрывается. Думаю, было бы лучше, если бы он тоже взрывался. В чем смысл паутины? У каменного блока такой же звук ломания и даже такой же звук, когда ее ставишь. Значит, паутина сделана из камня? Если мы сделаем лифт из пузырьков и поставим сверху лаву, она никогда не попадет в воду. Интересная механика. Когда ты заспавнишь зомби днем, он начнет гореть. Все знают, что зомби не переносят солнце. Но в свою очередь зомби-лошадь не горит днем. Почему так происходит? И тоже работает с зомби-пиглином, он абсолютно не горит. Это светло-серая глазурованная керамика. И все знают, что если ставить ее под определенным углом, то можно сделать узор круга. Но мне не нравится, что по итогу все эти пиксели нельзя соединить другим путем. Они просто будут расходиться. И это мне вообще не нравится. Но в этом точно нет смысла. Тени от мобов могут проходить сквозь блоки. Но это еще не все. В Майкрафте у нас все состоит из квадратов. Тогда почему тень сама по себе круглая? Знал ли ты, что камень ломается немного быстрее, чем булыжник? Как по мне, в этом вообще нет смысла. Булыжник это сломанная версия камня. А в жизни все сломанное должно ломаться еще быстрее. Кажется, Можанг не учили прочность различных блоков. Через обычный забор невозможно перепрыгнуть. Но если мы поставим на него ковер, это будет возможно. Какой в этом смысл? С пиглинами достаточно выгодно обмениваться. Они могут давать нам различные предметы, такие как эндер перлы, плачущий обсидиан и куча-куча других. Но иногда они могут дать пузырек с водой. Вопрос, откуда они его берут, если в аду нет воды? Так это еще и максимально невыгодный обмен. Этот вопрос останется без ответа. В аду у нас есть два дерева. Багровые доски и искаженные доски. Они никогда не сгорят. Что логично, ведь мы находимся в аду. Но вопрос тогда, почему я могу скрафтить костер из этого дерева, если оно не может гореть? Когда мы падаем в лодке с высоты, то не получаем урон. Не знаю, есть ли в этом смысл или нет, но если мы упадем в ней с высокой высоты, то разобьемся. Так что будь аккуратнее с этим багом. Знал ли ты, что можно топить печь с помощью алмазов? Не напрямую, конечно, но можно. Если скрафтить проигрыватель, для крафта которого требуется один алмаз. Его нельзя поджечь и он сам по себе никогда не сгорит. Но если мы положим его в печь, то он там будет плавиться. Считай, что мы топим печь с помощью алмазов и блока, который не может сгореть. Это настолько странно. Нет смысла в том, что нельзя скрафтить кольчужную броню из цепей. Это было бы классно, так как она чуть хуже, чем железная. Но ее даже нельзя скрафтить. Если бы даже был крафт из цепей, это бы обходилось дороже, чем железная броня. Так что ее бы даже никто не крафтил. С помощью удочки мы не можем поймать рыбу, которая плавает под водой. Нам приходится для этого ее убивать. Но зато мы можем поймать рыбу, которую мы даже не видим. Не сказать, что в этом есть смысл, но это странная механика игры. Кажется, что такая еда как хлеб, торт и тыквенный пирог должна приготовиться в печи. Но мы почему-то крафтим ее в верстаке, даже без выпечки. У крафта торта также нет смысла. На торте есть сладкие ягоды, но в крафте они даже не используются. Вот пример, как должен выглядеть торт без ягод и с этими ягодами. У железной двери есть ручка в центральной части. У каждой двери есть своя ручка, за которую ее можно открыть, и не важно с какой она стороны. Проблема в том, что нельзя открыть дверь с помощью рук, только с помощью механизма. В чем тогда смысл этой ручки? Ноги вызывателя торчат прямо из-под лодки. То же самое и происходит с разбойниками. А что если я тебе скажу, что ведьма просто стоит на лодке? У нее даже нет анимации, как она там сидит. Если использовать зелье невидимости на страйдера, то его седло останется видимым. Так же работает и со свиньей. А у разорителя, в свою очередь, видно не будет. Ты можешь мне сказать, что на разорителе нельзя кататься, поэтому оно и пропадает. Но с лошадью работает так же. Ее седло становится невидимым. Как это связано? В реальности невозможно, что дождь пойдет над облаками. Потому что облако изначально ответственно за дожди. Если я не прав, поправьте меня в комментариях. Но у нас в Майнкрафте дождь идет вообще не пойми откуда. И проходит через облака. Кристалл края, по идее, должен взрываться от любого, что его тронет. Но он не взорвется, если на него скинуть такие блоки, как песок или же лодку. А если скинуть наковальню, он моментально взорвется. Или же с помощью стрел. В Майнкрафте маленькая ниточка не то, что может летать. Она может держать на себе наковальню. Какой в этом вообще смысл? Если ломать камень, то выпадет булыжник. Но дальше все теряет смысл. Если ломать каменные полублоки, то выпадут все равно каменные. И то же самое со ступеньками. При ломании камня мы получаем булыжник. Но почему тут так не работает? Чтобы скрафтить слой снега, нам нужно 3 полных блока снега. И мы получим 6 слоев снега. Получается, каждый блок нам дает по 2 слоя снега. Но дело в том, что для одного блока снега нам нужно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 слоев снега. Это наглый обман. Мобы не могут выпрыгивать через люки изнутри, но могут запрыгивать внутрь. Тоже довольно странно. Мы можем поджечь крипера зажигалкой, и он взорвется. Но почему, когда мы толкаем его в огонь, то он не взрывается? Если мы таким образом поставим блок, то вагонетка не сможет проехать. А если мы поставим блок прямо перед ней, то она спокойно проедет. Но в чем смысл, если она просто проезжает через него, как будто это призрак? Я всегда задумывался, почему мы можем закрыть луч от маяка стеклом, но не можем закрыть бедроком? Таким образом, можно ставить отметки на крыше ада. Вообще нет никакого смысла в том, что грибы растут на крыше ада. Если корова упадет на капельник, то она получит урон. Если свинья упадет на капельник, то тоже получит урон. Но если лама упадет на него, то ничего не произойдет. С чем это связано? У кактуса нет смысла, и я вам сейчас это докажу. Все знают, что если к нему подойти, то будешь получать урон. Но почему, когда мы его бьем и касаемся рукой, то не получаем урон? Незерит это сильнейший предмет в игре, который даже не может сгореть в лаве. Но он может уничтожиться с помощью кактуса. В Майнкрафте можно есть все, что угодно. Хоть золото, хоть гнилую плоть. И будут различные эффекты, если ты их съешь. Но обычное яйцо невозможно съесть. Его даже нельзя приготовить. Оно подходит только для крафта торта и тыквенного пирога. То же самое с сахаром. В Майнкрафте мы можем оседлать свинью, но не можем оседлать паука, когда другие мобы могут. Жители могут спать под водой, что вообще какое-то безумие. И также они могут спать в аду. Хотя если я лягу на кровать, она взорвется. Когда мы поджигаемся с помощью огня душ, то на нас огонь будет выглядеть как обычный красный. Хотя он должен быть синий. Вообще нет смысла. Я не понимаю, почему когда я в броне, кактус наносит мне урон. Я могу пережить всё, но не могу пережить шипы кактуса, которые даже не проходят через броню. Когда мы падаем в воду, то не получаем урон. Вода спасает нас от падения. Но если мы упадем в котел с водой, то всё равно получим урон. А если падать на различные блоки по типу снопов сена, кровати и других, они будут снижать урон от падения. Но когда мы будем падать на снег, то урон не будет уменьшаться. Если любой предмет попадет в кактус, то он сломается. Но почему когда кактус находится в горшке, эти свойства пропадают? Немного смысла в этом. Во время дождя огонь тушится, что логично. Но почему не тушатся факела или костры, если у них тот же огонь? Если мы будем прыгать на черепашьих яйцах, то рано или поздно они сломаются. Но если мы скинем на них тысячи наковален, с ними ничего не произойдёт. Получается, что черепашьи яйца прочнее наковален? При контакте с водой огонь потухает. В жизни происходит так же и в этом есть смысл. Но в печке при этом огонь не тушится. Даже если она находится под водой. Ты можешь добыть каменной киркой камень. Можешь добыть железной киркой железо. Можешь добыть алмазной киркой алмазы. Но нельзя добыть золотой киркой золото. Какой смысл тогда вообще от этой кирки? Чтобы скрафтить кровать, нам нужно дерево и шерсть. И если мы упадем на кровать, то начнем подпрыгивать и получим меньше урона. Но почему, когда мы падаем на обычную шерсть, этого не происходит? Кактус это один из самых бессмысленных блоков. Если мы поставим рядом с ним блок снега, то он сломается. Как происходит и с любым блоком. Но если мы будем ставить слои снега, то он не будет ломаться. Из этих предметов можно скрафтить суп тушёного кролика. Но давайте же подсчитаем. Морковь нам восстанавливает полтора единицы еды. Приготовленный кролик восстанавливает две с половиной единицы еды. Жареная картошка восстанавливает две с половиной единицы еды. И что мы имеем? Два и пять, два и пять, уже пять. И еще сверху один и пять получается шесть и пять. Но если мы скрафтим этот суп, то получим всего пять единиц. Что получается намного меньше, чем используется при крафте. Тогда в чем смысл вообще его крафтить? Всегда меня раздражали проблемы с факелами. Когда ставишь обычный факел, то он излучает белый свет. Когда ставишь факел душ, то он тоже излучает белый свет. И красный факел тоже излучает белый свет. Какой вообще в этом смысл? По моему мнению, их цвета обязательно должны различаться. У красного красный, у обычного белый, а у синего синий. Если ты думаешь так же, напиши в комментарии. А вот сейчас будет горькая правда. Все крафты, связанные с деревом, выглядят как обман. Допустим, для крафта четырех ступенек нам нужно шесть блоков. Хотя они даже меньше по размеру, чем блоки дерева. А этот крафт вообще бред. Я меняю огромный блок дерева на маленькую кнопочку. А нажимная плита вообще полный обман. Два полных блока за малюсенький слой дерева. Единственный смысл крафта есть только в полублоках. Он даст тебе шесть полублоков за каждые три блока. И это вполне честно. Но мы можем использовать камнерез, который нас не обманывает. И дает одну ступеньку за один блок. Все честно. Говоря про камнерезы, на самом деле они тоже обманывают. За стак блоков стекла мы получим лишь 16 панельных. По моему мнению, деревья вообще бессмысленные. Если мы посадим дерево и вырастим его, то у него не будет корней. А дерево без корней не может существовать. Из бамбука можно сделать блок бамбука. Нам нужно для этого девять бамбуков. И уже из этого блока можно сделать две доски бамбука. Но другой обман. Если мы поставим два бамбука, то можем сделать одну палку. Но если мы поставим два блока бамбука, то получим четыре палки. Какой в этом смысл? Куда пропала математика? В реальности мы теряем одну палку. Нет смысла в том, что можно было бы поймать рыбу в этом каньоне. Еще и в одном блоке воды, который я сам залил. Но я могу оттуда достать рыбу. Получается, что невидимая рыба была у меня в ведре. Ее там просто бесконечно. Вот почему ведро лучший предмет. По-другому никак это не объяснить. Я никогда не понимал, почему мы можем засейвиться с помощью воды. А с помощью лавы мы не можем. Хоть они и не одинаковые, но это ведь такая же жидкость. Подписывайся.